Добрый день! Сегодня у нас интересная головоломка от компании MF-8. На коробочке написано Megaminx. Нарисал он Megaminx. Опять Megaminx. Сделано в Китае. MF-8 Megaminx. Но внутри нечто другое. Открываем. И у нас это FTO 4х4. Я ждал этот Octaider. FTO значит Face Turning Octodron. Простите мой английский. Это значит, что у Octaider вращаются грани. FTO 3х3. Есть, к примеру, от компании Lanlan. Наиболее популярный. По нему у меня даже есть обучающее видео. Где одним трициклом R-U, R-U дважды решаются все элементы. За исключением пиф-пафа для сборки углов. Грани вращаются вот так. Есть CTO. Octaideron, у которого вращаются углы. Он не только маленький, но и побольше. Вот так не вращаются. Наиболее популярный вопрос неопытных любителей головоломок, когда они видят что-то подобное. Это можно ли склеить две пирамидки, чтобы получить такое изделие? Нет, нельзя. Вращаться это ваше устройство не будет. Разве что вот так. А поворота вот такого вы не добьетесь. Ну и естественно для FTO это точно не подойдет. Так как здесь совершенно другой механизм. Самая простая головоломка подобного типа это скьюб-диамонт. Похож на кубик 2х2, но на деле это скьюб и собирается как скьюб. Но можно упростить сборку. Опять же обучающее видео у меня для скьюба-диамонта есть. Получается 2х2 FTO, 3х3 FTO и 4х4 FTO. Очень интересно и очень хотелось мне это приобрести. Удалось мне купить в некрасном пластике. Цвета сразу посмотрим. Здесь вот такой розовый напротив фиолетового. Улан-лан напротив фиолетового был серый. Ну и стандартные цвета MF8, а может не очень стандартные. Если мы возьмем тот же E-Lights Cube. Чем-то похоже. Он мне тут перемешанный. Но здесь цветов больше, поэтому какие-то кажутся новыми. Но ожидание. Ожидание, что вращаться будет вот так. Отлично. Хорошо, как и E-Lights Cube. Кьюб же элитный. Вращается отлично. Собирал я E-Lights Cube на скорость. Вроде даже получилось. В крайнем случае, ожидалось, что будет вращаться как-то вот так. Бипирамида тригональная. Ожидалось. Но на деле вращается вот так. Это крайние слои. И вот так вращаются средние. Самые первые повороты даже невозможно было провернуть. Пришлось постараться. Я уж подумал, что вдруг у октайтера другой механизм. Не поворачивать из грани. Сейчас потихоньку раскручивается. Немного это озадачило. Но я думаю, со временем вращаться станет лучше. Уже вот некоторые грани неплохо вращаются. Я не перемешивал еще. Сделал пару пиф-пафов. Оттуда-обратно. Так как собирать не умею. Но очень хочется. Как я уже говорил. FTO 3х3 можно собрать одним трициклом. RU, R3U дважды. Здесь же, думаю, будет посложнее. Понятно, что уголки будут собираться так же. Вот эти ребра. Теперь будут состоять из трех элементов. Их можно как-то на этапе редукции совместить. Но появляется еще вот этот центральный элемент, с которым пока непонятно, что делать. Будем потихоньку разбираться. Не факт, что это получится у меня быстро. Поэтому я записываю это видео именно в таком формате. Прямо сейчас я его перемешаю. И когда найду время, попробую собирать. Возможно, это будет не скоро. Но интерес есть. Перемешаем сначала крайние слои. Как FTO 3х3. Получаем вот такую вот красивую картину. Здесь уже четко видны элементы, которые нужно собирать. Windows гриль тоже поначалу второй крутился плохо, а потом стал вращаться нормально. Так что, думаю, все будет хорошо. Ну, по крайней мере, будет лучше. Вот нам уже заметны. Ребра из трех элементов. Уголочки. Вот эти центральные элементы. Такие же, как на FTO 3х3. И вот эти вот пока непонятные центры. Было бы, наверное, неплохо не перемешивать. Попробовать какие-то алгоритмы покрутить. Но уже поздно. Пока мы перемешали как 3х3. И можно попробовать так оставить и пособирать. Это было бы не так интересно. Поэтому перемешиваем как 4х4. И потом еще как 3х3 тоже помешаем. Очень тугие внутренние слои. Хотя обильно смазан октаэдр. Видимо, время. Время поможет ему. По всей видимости, здесь где-то... Ну, вот под этим, наверное, элементом должен быть винтик. По желанию его можно ослабить. Но я с этим никогда не спешу. Сначала нужно покрутить. Не настолько отвратительно вращается, как та же булгиния от MF8. Смириться можно. Так. Ну вот. Как-то перемешано. Попробуем собрать какое-нибудь одно ребро, чтобы понять, как это вообще работает. И вот тут до меня дошло, что ребра, они не из трех элементов, а из четырех. Вот это вот отдельные кусочки. Если на FTO 3х3 это целый элемент, единый, с двумя наклейками, то здесь это два разных. А значит, становится еще интересней. Ну, чем-то похожее на вот этот, или этот Cube. Здесь тоже два двухцветных элемента и два одноцветных, из которых собирается одно ребро. Но тут нетривиально это делается. Здесь же пока неизвестно как. Вот хочется сюда добавить, к примеру, вот это. Но мы тут же уносим красный треугольничек отсюда. А значит, видимо, перед тем, как вот это передвигать сюда, нужно к нему сюда красный треугольничек какой-то добавить. Его нужно где-то найти. Где-то. Например, тут. Это не он. Вот красный треугольничек. И вот наше ребро. Попробуем отвести вот так. Повернуть вот так. Вот. Собралась пара элементов. И как-то вот так. Но я думаю, интуитивно здесь можно это решить. И как-то потом уже при помощи каких-нибудь пиф-пафов что-то пытаться делать с центрами. Для меня этот октаэдр FTO 4х4 представляет интерес. Обязательно буду с ним разбираться. Но когда именно, время покажет. Прошел день, и время показало, что головоломка не такая уж и сложная. Метод, которым я планировал собирать ребра, действительно работает. Мы спариваем двухцветный элемент с одноцветным. Еще один двухцветный с одноцветным. И потом их соединяем между собой. Заменяя собранное ребро на какое-то несобранное. Ну, обычная замена во многих головоломках размера 4х4. Единственный момент, который оказался интересным, это то, что вот эти вот центры после сборки ребер могут стоять так, что их невозможно расставить по своим местам. К примеру, у нас сейчас собранный октаэдр. Желтый напротив белого, синий напротив зеленого, красный напротив оранжевого, ну и фиолетовый напротив розового. Если вы при сборке ребер сделали какое-то вот такое движение, и у вас получилось, что красный напротив белого, а белый рядом с желтым, вы в таком положении собрали все ребра, то, не разрушая ребра, центры собрать уже не получится. И это вот единственная проблема, которая мне встретилась. Я собрал один раз, и других проблем пока не встретил. Если это не так, если какие-то сюрпризы здесь еще есть, напишите в комментариях, кому это известно. Я несколько минут пытался поставить центры по местам из подобного положения, а это невозможно, не разрушая ребра. После чего я просто сдвинул два слоя, так, чтобы центры стояли как надо, и пересобрал, ну вот сколько, два, три, четыре, пять, наверное, ребер. Не пять, а шесть. Шесть ребер при этом разрушились, то есть я их просто пересобрал при правильном положении центров. И в итоге я понял, что прежде чем собирать ребра, можно расставить по местам центры, и потом не задумываться об этом. Либо собрать три ребра слева, три ребра справа, после чего расставить центры. А здесь достаточно просто сдвинуть так, чтобы, к примеру, белый и желтый были напротив. Остальные тогда вроде бы сами по себе переставятся. По крайней мере, мне такого движения хватило. Но, в любом случае, расставить центры по местам, собрать ребра, и потом мы получаем ФТО 3х3. Паритетов не встретилось, и очень похоже на то, что их здесь не будет. Занимательный октайтер не особо сложный. Собрал я, естественно, без всяких туториалов, которых, наверное, еще и нет. Может, где-то и есть, я не искал. Крутиться стал немного получше после одной сборки, даже внутренние свои. Но, если собирать дальше, думаю, будет лучше еще. Когда-нибудь, когда он будет быстрее вращаться, попробую собрать на время. Но это не сейчас. А на этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока.